Запись только сейчас. Ну, что делать? Хорошо, сейчас запись. Окей, если запись только сейчас, то давайте я спрошу всех. Скажите мне, что вы скажете? Может, стоит хотя бы кратко сделать повторение пройденного для тех, кто будет смотреть фильм в записи? Все молчат, не хама кивнула, штика кода Адами, все согласились. Хорошо, тогда я повторю коротко. Итак, наш текст. Давайте его поставим еще получше. Вот так. Всем хорошо, сейчас видны текст? Основание чувы приносит реальное исцеление миру. Что это за основание мы увидим и почему оно приносит реальное исцеление миру, мы сейчас будем учить. Поток желания действует с предельной мощью, именно вырываясь из-под давления. Давление здесь, что это желание меняет свой полюс. Оно изменяется с помощью чувы. Это будет написано в следующем предложении. Раскаивающиеся притягивают с великой силой жизненную мощь из благого источника. То есть мы говорим здесь про болеть чува, которая притягивает из божественного источника новую жизненную мощь. Зачем это нам все нужно? До сих пор в общем-то это более или менее вообще заглавие вступления. Сейчас Раф начинает нам объяснять. Это главное предложение, и оно сложное. Бытье всех деяний и творений спаяно с могуществом желания, воплотившегося в человеке во всем блеске своего великолепия. Начнем с конца. человеке во всем блеске своего великолепия. Это человек, который сделал чуву. То есть это человек, который достиг в каком-то смысле максимума своего человеческого проявления. Теперь, что очень важно, бытье всех деяний и творений спаяно с могуществом желания. Как мы уже говорили, желание это самое важное. Мы построили иерархию действия, речь, мысли и над ним желание. Мы сказали, что обычно мы думаем, что все управляют, действие это самое важное, это правильно, но в малом масштабе времени. Самое действие это самое важное в масштабе времени лет. Если мы возьмем сотни лет или десятки лет, мы увидим, что речь гораздо больше формирует действия, культура, литература, гораздо больше влияет, чем какие-то политические решения кого-то. Если мы растянем масштаб на тысячелетие, мы увидим, что мысль, то есть идеи, гораздо сильнее поворачивают историю, чем культура, идеи. они же формируют культуру, идеи, допустим, о Боге, об едином Боге, о любви, о равенстве, о братстве, о свободе. Это все идеи, которые гораздо сильнее формируют культуру. Итак, бытье всех, где они творений, то, что я понял из иврита, что это может быть сильнее, что желание, оно творит, также творение. Параллельно похоже тому, как Бог творил своим желанием, после чего речением мир, также мы своим желанием, в общем-то, творим историю и творим все, что происходит, и, соответственно, как мы сказали, желание – это этаж выше мысли. И желание мы именно стараемся исправить. Теперь, тот, кто сделал чуву, он дотрагивается до желания, он поменял полюс своего желания, он хотел сделать что-то, теперь он хочет сделать что-то другое. И это очень важно. То есть, это какая-то жвачка, растянутая до предела. С одной стороны, она касается индивидуума, личность, с другой стороны, она касается судеб мира и хода человеческой истории. То есть, такая вот жвачка, то есть, это один принцип, который у нас на одном конце там самая частная, конкретный человек, а на другом конце там самая общечеловеческая мировая история. Теперь, следующее сложное предложение. Силы порождения основы разбрасываются в разные стороны. Перевод здесь нужно немножко исправить. Написано леколь руах, это можно перевести как влекомый всяким духом, можно сказать, что разбросаны в разные стороны. Мне кажется, что имеется в виду в данном случае урава, разбросаны в разные стороны. Напомните мне, после урока я в ссылку вставлю еврейские подлинни, потому что здесь у нас на иврите очень сложный ответ. По крайней мере, для меня. Итак. Надо тогда в переводе исправить. Да, я согласна с вашей поправкой, надо будет внести это изменение. Да, значит, мы говорим, что, в общем-то, мы видим мир, который в беспорядке, в хаосе. Разные силы его пытаются разорвать на части, каждая тянет в свою сторону и так далее. И наш вопрос, а кто и как здесь наведет порядок? Итак, наш текст дальше. Кто вкладывает в них свет жизни, строя порядок? Это наш вопрос. Мы видим в мире разные силы, которые тянут в разные стороны. И обратите внимание, мне кажется, здесь немножко намеком, но Рав говорит такую вещь. Силы сами по себе они неплохи. А плохо, что нет у них порядка. Нет у них соответствия одной другой, изуна, как-то сказать, равновесия. Сколько этой силы нужно и куда, а сколько то и где. то есть зло у нас получается здесь из-за хаоса, а не из-за того, что какая-то сила плохая. Мне кажется, здесь скрыта идея, очень важная Рава, что вся сила нехорошая, но очень важно знать, сколько, какой силы, куда и где. Итак, Рава дает нам ответ. Высшее желание могущества этики, посылающая свет из небесного зерцала. Итак, желание. Наше желание, с которого мы начали, это тот ответ, который даст нам порядок в мире и соотношение всех сил. Только не простое желание, а желание утонченное, поднятое, улучшенное, прошедшее через падение греха и исправление чувы. Исправленное желание. Не просто так, желание. А желание поднявшееся, оно сможет расставить все разные силы по местам и сказать, ты сиди здесь, а твое место там. Тебя хорошо 5 миллиграмм, а тебя, пожалуйста, 2,5 тонны. ты работаешь вот эти 28 микросекунд, а тебя, пожалуйста, мы растянем сюда на 6 тысяч. Да? Но ничего ненужного нет, все нужно, но очень важно понять красоту, порядок, строй, цвет, и это нам дает желание после его поднятия, после обработки, обработка происходит с помощью чувы. И здесь, мне кажется, уже мы можем нащупать ответ на вопрос, который мы поставили вначале. Основание чувы принос реальность или не всему миру не сказали какая связь если мы правильно поняли что равном хочет сказать теперь понятно проблема мира что есть разные силы которые вытянут в разные стороны исцеление это желание которое сможет их расставить по местам но желание это мы его получаем помогите мне с переводом как-то глумей по-русски не первозданное такое июле уже есть сырье да да не не сырьевое не первозданное порода еще золотоносная уже обработанное что-то желание изначально может быть очень грубым и дурным и противными не хорошим но на сны но если его исправить после того теперь исправление у человека на его шкале времени на его линейке у человечества на ее линейке так но это исправление желания именно то что сможет внести гармонию в мир исправление желания производится чего то есть место банального ответа но понятно что чего приносит исправление мира вы же возвращаемся к богу и все это возвращается к богу все хорошо рад нам это бога вообще не упоминал до сих пор даже по моему ни разу только намеками но он нас тянет через идею мне кажется кстати это я сделал юридическое вступление сложность некоторых отрывков урава по моему по крайней мере это его способ сокрытия тайны кабалы прорвался что называется понял хорошо не прорвался пойдем дальше не для вас но это мое мнение как бы я его не не хочу никому продать но мне кажется вот иногда в некоторых местах в каждом поколении в каждом каждый каббалист который пишет даже переводит это на язык открытый есть люди которым это не переварить и не заглотить часть сложности языка но мне кажется играет именно роль что тот кому не надо понять он и не поймёт тогда зачем что объясняешь оставишься так хороший вопрос не знаю итак наше последнее предложение нашего абзаца теперь это уже другая идея в общем то мы закончили но сейчас эту идею связывается следующий тоже ужасно важный при раскрытии мудрости святого народа и все все творения все творение все творения становится единой связкой не все-таки все творение становится единой связкой исполнить желание святого царя высокого в суде и осветившегося милосерва первое упоминание бога здесь более или менее первым а теперь да на асимхам асим кулям то есть может быть даже это и не творение а деяния то есть не все творение я сказал это как вы говорите да это все деяния и так то есть мы идем именно к тому что мы сказали в предыдущем предложении все разные действия а также все разные силы все разные основы они становятся собраны в одну картину единая связка опять-таки связано желание выполнять желание бога да этого не даст то есть это все очень хорошо что делать шву это очень хорошо что человечество продвигается вперед и тоже исправляется этого недостаточно чтобы связать все разное и в одну картину обязательное и необходимое условия раскрытия мудрости святого народа еврейском теперь это мы сейчас распилим и разрежем раскрытие мудрости еврейского народа невозможно вообще без его возвращения святую землю и восстановление государственности и мы как еврейское государство обязаны находиться в центре соединения мира в одну общую единую мирную цельномировую картину то есть это картинку красивую такую мы ее писали до сих пор она абсолютно не мыслима без существования государства израиль в общем то как политический нонсенс такой зачем он нужен можно без него тоже выжить можно то можно но исцеление миру не будет и наоборот сейчас когда у нас есть государство есть надежда на исцеление и наоборот всего мира а не конкретно а не конкретно одного человека или община то есть здесь опять конечно намеком но идея о том что раскрытие мудрости народа невозможно без возвращения на землю мне кажется это элементарно а тем более тем более тем более в учении рава несмотря на то что в данном конкретном абзаце это не сказано прямой поэтому я позволю от себя это туда добавить до сих пор у нас была идея что поднятие желания это тот дирижер который сможет нам все силы этого мира организовать а теперь нам добавляет дополнительный обязательно необходимый фактор еврейское государство при раскрытии мудрости святого народа вот тогда все творения становятся единой связкой это то что мы хотели до сих пор чтобы все было на местах чтобы все было на местах это это как нужно для этого мотивация мотивация я не могу просто расставить фигурки на шахматную доску ты стой там а ты стой здесь а ради чего а почему собственно говоря нужна мотивация мир в мире недостаточно мотивации нужна общая цель общемировая цель да то есть вот это вот желание тоже без этой цели она тоже не сможет все силы расставить они будут раздирать мир в разные стороны продолжать вот эту цель здесь сказано обрисована эта цель словами исполнять желание святого царя но это скажем так это очень очень общие слова которые каждый может запихать все что угодно и эту цель нам нужно будет как это перевести в черночеловеческий язык мы сейчас делаем перерыв на 30 секунд я подсоединю свой телефон к подзарядке и мы перейдем к вашим ощущениям и вопросам и видимо мы уже больше ничего сегодня не успеем или может быть мы немножко затронем следующий отрывок он очень важно мне кажется что наш отрывок достаточно сложный так что дайте мне полминутки я сейчас даже не нужно никуда уходить у меня же все здесь есть так что перерывы мы делать не будем а сразу перейдем к вопросам итак пожалуйста я отключаю шер с текстом и передаю вам микрофон значит ну первый мой вопрос смотрите видимо даже больше для знаков иврита потому что нет даже для знаков русского тоже потому что в общем то исправить одно место мы исправили проблема с тем отрывком что он выглядит как несвязанное предложение каждый из которых красиво и в общем то понятно но достаточно сложно их как-то связать во что-то единое я попытался сегодня я признаю что это попытка она как бы не идеально можно сказать немножко погрызав этот участок это этот отрывок это то к чему я пришел теперь я хочу вас послушать как вам что вам есть сказать я прав я не прав изменено дополнение возражения все что вам кажется вообще какие-то собственные мысли по поводу этого отрывка пожалуйста да нахана во первых мне не показал что вот в интерпретации вашей что они выглядят не связано как разучить получил связано может быть это на фон еще раз вам не показалось что они выглядят разорванным наоборот у меня сложилось как мозаика такая нет сложилось у меня сложилось я вам это сложилось дал а почитайте я сейчас скажу почему может быть иногда человек воспринимает какой-то текст на фоне картины которая у него уже есть в голове не всегда на другом который думает о других вещах может быть это хам если вы можете немножко увеличить громкость нет больше я не могу я могу где меня сейчас секунду не знаю да я поскольку так сказать нахожусь в изучении манитуд преподавание манитуд так на фоне вот его картины которые он рисует прямо с первого предложения мне кажется это все логично и объясню почему потому что по тому как описывает манитуд в самых общих словах мир создан несовершенным для того что человек в процессе истории совершая свой моральный выбор привел его к совершенству моральный выбор это как бы очень логично связано с понятием шубы урала кука вот это то что делает человек то есть мир весь несовершенен человек сам несовершенен он ошибается он вместе со всем миром который на него влияет и когда он эти ошибки исправляет он при всем при этом исправляет мир тут есть некоторое некоторый вопрос такой который возникает ну я понял что ты мне сказал но я не знаю как это как это работает то есть я тем что я там стал более внимательно относиться к тому что я говорю о других людях или там как я соблюдаю субботу как это в принципе исправляет весь мир это вот вопрос и как бы у меня ощущение что с этого вопроса начинает и объясняет нам как это работает что я через исправление через то пользуюсь вот этим тем благом который Бог дал миру тем светом который мир ввел дал мне вот этот свет или эти силы продвигать смерть добру я исправляю это желание это желание оно воздействует на весь мир то о чем Раф пишет что как бы как это фактически происходит такое у меня возникло ощущение куда пропало да я тоже могу сказать что мне не кажется этот текст каким-то нелогичным или разорванным и очень наоборот кажется гармоничным то есть он пишет основание швы приносит реальное исцеление всему миру мне это понятно это общее как бы общее место я должен исправить мир делать шву я его исправляю но как а вот так потому что поток желания действует с предельной мощью и раскаивающийся он притягивает эту силу из источника он пользуется этим светом который бог дал ему этой силы исправлять мир и далее так сказать он может внести свою небольшую лепту даже вот в каких-то мелких вещах которые он в себе исправляет вот общее исправление мира вот согласование сил которые в мире не всегда правильно согласованы они эти клеточки даже хотя бы на маленьком на маленьком участке моей жизни они этот пазл он выравнивается становится на свои места и как-то влияет на весь мир и дальше он просто увеличивает резолюцию такую и говорит что это все происходит как бы все это дает всему этому дает силы всевышний а еще более увеличивая резолюцию он говорит что вот в мире среди других народов Израиль обладает таким вот свойством помогать складывать этот пазл мне кажется что это все очень логично спасибо на хава то есть как-то монету мне еще нужно будет погрызть я пока грызу эти книжки я еще доберусь вот то есть я не просто это пропустил в прошлый раз потому что как бы я так вот слет и увидел что мне тяжело вот в этот раз я немножко подготовился и у меня появилась общее видение я его с вами и с вами делюсь ну большое вам спасибо тут еще можно так сказать да что в основе творения лежит тшува то есть вот есот почему есот потому что это собственно говоря желание всевышнего было таковым чтобы тшува предшествовала миру мы это где-то уже учили то есть как-то все это очень спаяно то есть идея тшувы она воплощает максимальной силой желания творца которое вложено в творение это первое а второе то что здесь говорится что в человеке это воля достигает максимального раскрытия максимального рассвета причем здесь даже не говорится что в евреи а именно в человеке адам там говорится то есть что такое воля творца то есть вот как она может проявиться в этом мире то есть высшая форма ее проявления это когда человек делает сознательный выбор и выбирает эту волю то есть выбирает добро как то так отлично давайте поделюсь со всеми то что я вытащил вот сразу ассоциативно или может быть это в ваших словах держалась уже мне кажется что вы сказали что у нас получается что в общем то действительно человек его моральный выбор это очень важная именно вот функция продвижения мира вперед а евреи основная их роль не учить людей морали а основная роль по крайней мере по этому отрывку может быть она именно в том чтобы в конце концов сложить всю мозаику мира в одну картинку и дать ей смысл то есть основное предназначение евреев это именно через после создания государства именно в интеракции с со всемиром и с народами в виде государства а не в виде вот конкретного там и цикла или там шмулика который там несет и торы там по всем углам это тоже безусловно важно и правильно ну то есть с одной стороны идея она вроде тривиальная понятно что цель как бы еврейская она исправление всего мира делается только через государство на нашей земле на нашем государстве как бы это как бы сказать это не такой большой хиду ясно и понятно как бы что изгнание это не хорошее время ни для евреев ни для неевреев но вот именно в этом плане что как бы вот основная роль евреев она раскрывается именно на уровне государства еврейского а не на уровне конкретного там шмулика ицика а этот уровень он ну скажем так по крайней мере из этого отрывка он так вот более-менее размазан человек пакут называешься человеком сказать не неважно ты сын сказать там ефи кахама или шэм хорошо это интересная идея спасибо спасибо шерель опять таки я не знаю я свою дею рассказывали вашу но это как-то история нас рассудит а я обратил внимание если можно я обратил внимание скорее не на индивидуальный уровень а говорит о раскрытии мудрости в народе израиля который послужит примеру или или там не примеру а по реализации цели всего творения да и секундочку в один проблемы со слухом только у меня я только плохо слышу продолжайте то есть у меня видимо плохая плохой интернет да я извиняюсь что вас перебил я я значит повторю обратил внимание на то что акцент сделан не на индивидуальном уровне а на уровне народа где сказано и как сейчас слышите что реализация мудрости вот как раз реализация мудрости это это скорее всего действие действие на уровне государства когда народ израиля становится ориентиром для всех творений в шуве в исправлении да в реализации сказано в воплощении как там сказано справедливости и милости то есть получается что это когда уже должно быть главной целью воплощение справедливости и милости в народе израиля на которые будут ориентироваться все народы как это должно произойти на на уровне действия это вопрос вадим огромное спасибо вы действительно обратили внимание на отрывок на еще два слова которые я забыл забыл разобрать и жаль именно да вот эти последние слова про милость и милосердие и суда они очень важны потому что именно в иудаизме у нас есть вот именно тот самое равновесие между мерам милосердия милосердия и милосердия это идея христианская то есть суд это без него никуда но это плохо суд вообще плохо желательно без него вот милосердием и весь мир милосердия утопим всем будет все хорошо идея и эта идея как это одна нога на одной ноге прыгать тяжело и мы видим что это не совсем мир не можно так выжить противоположная идея идея ислама мир стоит на суде делаем то что бог сказал вопросов не за даю и мы тоже видим что если плюсы на огромное количество минусов те кто предлагают цельный взгляд то что мы сейчас учили это может стать и намек на что это за силы которые рвут мир в разные стороны милосердия и суд без без одного из них мир не устоит а кто наведет порядок нужно али сделать шуму улучшить поднять желание б нужно нужен израиль на своем месте в своей стране и он сможет продать принести миру равновесие этот шаткое равновесие между милосердием и судом это иудаизм и большое еще раз вам спасибо что обратили на это внимание потому что это нам очень красиво закрывает весь этот отрывок и нанизывает его на одну нить и тогда все намеки у нас раскрываются эти а до того часть намеков мы пропустили эти два последних слова это не просто добавить как я вот сказал тем она закрылась до исраиля до еврейского государства а теперь это еще одна идея добавка нет теперь у нас все нанизано вокруг вот этой идеи и раф показывает как это будет реализовываться теперь конкретно как я не знаю но в общем очень важный этап этого процесса это возвращение евреев на свою родину отстраивание земли экономическая мощь после которой придет духовная так что огромное спасибо вам без вас наш урок был бы неполным не хватало процентов 90 окей видите как хорошо что я получается замолчать время от времени жена говорит что у меня это очень плохо получается вот и передать кому-то другому все-таки микрофон огромное спасибо вадим ваше дополнение очень мне я думаю надеюсь нам всем помогло теперь на ваш вопрос как это будет конкретно не знаю но то что это наш товар который мы продаем милосердие и суд это безусловно есть еще у кого-то какие-то замечания у меня есть у меня есть еще такое замечание пока вы говорили пришла мысль я вначале думал о том что такая справедливость и милость она должна воплотиться в народе израиля но потом мне пришла мысль и немножко другая о том что скорее всего скорее всего оценка того что такое хорошо а что такое плохо должно исходить от израиля потому что сейчас мы видим что например в европе это больше идет склонность к тому чтобы оправдывать многие многие плохие вещи милосердие 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 без границ становится злом суд без границ становится злом мы продаем равновесие правильные границы всего равновесие наверное как вот эти границы которые отделяют что такое хорошо а что такое плохо это то же самое Вадим это то же самое поставить мир на основах суда и милосердия это же противоречие это то же самое что сказать что такое хорошо это плохо А что мы теперь можем говорить, что такое хорошо, что такое плохо, да простят меня благоверные евреи до второго пришествия. Но чтобы нас слышали и слушали, нам нужно быть большими и сильными. Как сказано у царя Соломона, мудрость Юродива ничего не стоит и слова его не услышаны. Пока ты слабый, маленький, и все тебя пинают ногой в живот, ты можешь быть ужасно мудрый, никому это абсолютно не интересно. Это по-моему, по-моему это Билл Гейтс сказал, что-то такое. Ваши душевные мучения абсолютно никому не интересны, пока на счету у вас нет пару миллиардов. Да, то есть, чтобы духовный, чтобы Израиль получил духовный авторитет, ему нужно первым этапом получить материальный авторитет, стать сильной державой. Мы этим становимся. Это обязательный первый этап. Это не то, ну хорошо, ладно. Но главное это духовное. Потому что духовное было главное, оно должно стоять на очень мощном материальном и не воевать с ним, а дружить с ним. Это тоже сложно. Это, кстати, тоже идея. Суд с одной стороны, милосердие с другой стороны. Духовное с одной стороны, милосердие с другой стороны. Мы не продаем духовное. И материальное мы не продаем. Мы продаем, как это может жить вместе. Мы не продаем суд, мы не продаем милосердие. Мы продаем, как это правильно жить вместе. И также все. Это же наш отрывок, кстати. Вадим, это наш отрывок. Мир раздираем разными силами. Эти силы, они правильные, они хорошие, только их нужно всех ограничить, сказать, ты досюда, ты досюда. Добро как-то, милосердие и суд, материальное и духовное, разные силы, которые в нормальном состоянии дерутся друг с другом, приходит еврей и говорит, молодцы, и ты прав, и ты прав. Только не банально, а поняв корень правоты каждого из них, тогда каждый кивает, о, наконец-то меня поняли, идет в свой угол. Еще раз вам спасибо. Нет, на сегодня мы больше ничего не успеем, но по-моему это было достаточно. Окей, кто-то еще хочет сказать что-то еще? Хорошо. Тогда будем прощаться. Спасибо, Ширель, за перевод. Спасибо, спасибо, Ширель. Спасибо, Нехами, за дополнение очень важное. Спасибо, Вадиму, за дополнение. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо, Натану, конечно, за как-то музыкальное, техническое сопровождение. Спасибо всем присутствующим и неприсутствующим. Фильм наш появится, ролик на чате. То, что записалось, появится сейчас на Фейсбуке. И без вашей помощи у нас бы не получилось такой цельный и закрытый урок. Огромное, огромное всем спасибо. И еще раз, самореклама. Влезайте, пожалуйста, в книгу, которую я пытаюсь. Наши уроки все, это самое, как-то. И ваши недовольства, возражения и порицания. Я буду очень рад. Мне очень важно слышать. Хотя бы потому, чтобы меня поддержать. Потому что работать ужасно сложно, ужасно. Медленно, ужасно, тяжело. И у меня буквально опускаются руки. Так что мне нужна ваша поддержка. Но мы не сдаемся. Большое-большое всем спасибо. Добрый вечер. До встречи на следующей неделе. До свидания.